В Сургутском отделении департамента недропользования и природных ресурсов Югры яблоку некуда упасть. На днях открывается сезон весенней охоты, и ее любители получают разрешение. Вернее, пытаются. Выдачей бумаг занимаются всего два инспектора, причем только до обеда. А в списке очередности, которые ведут охотники, больше сотни человек. Я по списку 114, допустим. Отмечаем, отмечаем, заходим. Отметился, вычеркнулся, отметился, вычеркнулся. Все, и так вот по списочку и вперед. Что остается, оставляем на завтра. Завтра с утра приезжаем, продолжаем писать, как при царе Горохе, как в ранешние времена. В такую атмосферу с советскими списками и бесконечными очередями охотники попадают два раза в год, весной и осенью. И каждый раз, чтобы получить разрешение, им приходится тратить в лучшем случае по несколько часов. Люди отпрашиваются с работы. Они тратят личное время. И приходится выстаивать такие огромные очереди для того, чтобы порадоваться жизни. Здесь работало раньше 3-4 человека, по-моему, даже на приеме. Сейчас работают два. И тем более, что ограничено время. В региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, в ведомстве, которое и выдает разрешение на охоту на общедоступных территориях, нам пояснили. У людей было три недели, чтобы оформить все бумаги. И не тяни они до последнего, очереди удалось бы избежать. Тем более, документы можно было подавать через МФЦ. По большому счету, охотники сами создают вот эти очереди. Сами до последнего момента тянут. Реализация разрешения начинается у нас за три недели до начала сезона. Любой охотник имеет право прийти в МФЦ. Пришел, обратился, подал документы. И через пять дней спокойно пришел, получил разрешение. Однако, несмотря ни на что, после нашего визита в местное отделение управления, документы у охотников пообещали принимать в течение всего дня. А сегодня на подмогу инженерам командировали еще одного сотрудника из столицы Югры. Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.